На днях Нюша со своей командой чудом вернулась в Россию. Самолет, в котором летела певица, едва смог подняться в небо. Уже думали, что нужно брать билет на поезд. Начали узнавать, что как. Нам сказали, что лучше никуда не ехать, потому что город стоит. И поезда тоже там останавливают, в общем, не пускают, все замело, караул. Такси не вызвать, в общем, никто и приехать не может, пробки. Природный коллапс, обрушившийся на Киев, заставил Нюшу практически сутки просидеть в аэропорту, а затем испытать сильнейшее эмоциональное потрясение. Мы пошли в самолет, и когда мы вышли из автобуса, это просто был какой-то ужас. Просто нас сносило прямо на ходу, когда мы поднимались на самолет. Небольшой самолет оказался еще и полупустым, потому что многие, опасаясь за свою жизнь, просто отказались взлетать. Болтание воздушного судна продолжалось почти всю дорогу. Просто взялись все за ручки, когда взлетали, потому что это было что-то ужасное. Было действительно страшно очень. Небольшой самолет оказался еще и полупустым, потому что многие, опасаясь за свою жизнь, просто отказались взлетать. Болтание воздушного судна продолжалось почти всю дорогу. К Москве мы подлетали уже было, конечно. Ну, все, снегопада не было, было спокойно, и как-то все уже утихомирились. Хорошо, что мы выбрались. Безусловно, хорошо. Ведь то, чем занималась Нюша в Киеве, ей еще придется рассказать.